Привет, украинские пчеловоды, не только украинские пчеловоды, спасибо, что смотрите нас. Компания Медок, наш сайт netop.com. Мы находимся сейчас в Канаде, в канадском городе Монреаль, где проходит конгресс по пчеловодству Всемирной Апимонде 2019. И специально для канала Ивана Фавро мы снимаем серию эксклюзивных видео, которое будет выложено только у него на канале, где вы смотрите, сможете получить эффект полного присутствия на этом конгрессе, даже если у вас по какой-то причине не получилось сюда приехать, к сожалению. Мы постараемся вам показать, как здесь все устроено, что представлено на конгрессе, какие компании и какие достижения этих компаний. Сейчас я нахожусь в коле, в конгресс-колах, в котором проходит регистрация. Здесь ничего особенного. Вот стойка с сувенирами канадскими, с уроками, со шляпками, со всякими разными. И дальше проходит регистрация, где участники пчеловоды со всего мира регистрируются, ну, не только пчеловоды, но и деятели пчеловодного рынка. Здесь и наука, и производство, и пчеловодные инвентарии, и оборудование, и препараты, и луи, и рамки. Конечно, мед и продукты пчеловодства со всего мира, огромная научная часть на следующем уровне. Скоро начнется научная конференция, в которой мы также будем принимать активное участие. У нас два доклада. Один устный о применении ректально-вагинальных субпозиторий у нас на продуктах пчеловодства. И второй, стендовый, о широчайшем ассортименте украинских продуктов пчеловодства. Об этом расскажем позже. Вот здесь мы сейчас, вот охрана находит, я покажу бейджик. Хорошо, спасибо. Спасибо. Меня пропустили, и мы заходим на сам конгресс. В ту часть, где проходит выставка. Вот так это выглядит. Я вам показываю. Сразу мы видим огромный стенд компании Лисонь. Как обычно, они очень широко представлены. Показывают свое оборудование. Медогонки, линии для распечатки меда. Огромный стенд. Сам Томаш Лисонь на стенде со своими сотрудниками. Выглядит это, конечно, все очень презентабельно, очень красиво. Компания мирового уровня. И они уже имеют представителей во многих странах, насколько мне известно. Вот Томаш Лисонь общается с коллегами. Стойка у них большая, такая красивая. Вчера они здесь даже конфетами людей кормили. Ну, сейчас нет конфет, съели, наверное. Вот, дальше мы идем, смотрим на стенд России. Они через два года... Российский национальный союз пчеловодов. Нам 128 лет. Вот я вам показываю, как это выглядит. Они через два года в Башкертостане принимают... В Уфе, если я не ошибаюсь. Да, они принимают конгресс Апимондия. Вот, они выиграли это право. И показывают, как это все будет красиво. Зазывают к себе гостей. Дальше. Компания НОД. Нечерез он дизайн. Которая предлагает ульи. Различные ульи. Одежду, ну, это какая-то сувенирка. Да, в основном они ульи предлагают. Эта компания всемирная. Участвует на многих конгрессах. Мы их уже неоднократно видели. Дальше. Компания Мэн Лейк. Американская. Которая торгует также ульями и различным пчеловодным инвентарем. Они, насколько я знаю, являются генеральным спонсором. Вот видите, сумочка у посетителей, на которой написано Мэн Лейк. То есть, всем выдаются такие сумки. И все на регистрации ходят с этими сумками. Ну, там их частично. Материалы тоже представлены. Рекламные. Помимо материала в Апимонде и материалов с конгресса. То есть, скорее всего, они генеральный спонсор Апимонде. Поэтому сумки всем выдают. Значит, дальше. Компания Хопгард. Это лекарство для пчел. Сидевушка. Здравствуйте. Гудей. Вот. Улыбается. Нам это пока не нужно. Идем дальше. Это все еще товары компании Мэн Лейк. Различные добавки для кормления пчел. В мире это очень популярно. Различные сахарные сиропы, канди. Как концентраты, так и уже разведенные, которые можно сразу использовать для кормления пчел. Всевозможные дымари с мехами, с защитой большие. У нас на украинском рынке меньше дымари. Вот. Здесь они такие большие. С мехами из кожзама. Я смотрю. И с пластиковым мехом. Вот с пластиковым мехом у нас особо не делают. Нас делают в основном кожзамом. Защитные пчеловодные костюмы, на которых огромные бирки Made in USA. Похожи на космические такие. Вот большие различные мисочки для вывода маток. Литковые заградители. Пульи небольшие. Ну, клеусные, скорее всего. И деревянные, и пластиковые. Календарь вывода маток представлен. Пенополистирольные ульи. Нуклеусы. Рамочки. Ну, в общем, все. Очень красивый большой стенд. Да, это действительно захватывающее зрелище. Дальше. Это Чингуан Ханжи Animal Health & Co. Китайская компания, скорее всего. Могу ошибаться. Или корейская. Которая представляет препараты для лечения пчел. Перчатки. Мед. И продукты пчеловодства. Тоже на полочке у них есть. И пчеловодная одежда. И пчеловодная одежда. Пока делаю обзорную экскурсию. Потом конкретно по каждому, ну, скажем так, поинтересующим меня стендам я вам расскажу. Возможно, кому-то из вас это тоже будет интересно и полезно. Весь зал поет канадский гимн. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Тоже достаточно известная компания. Мы ее видели на многих пчеловодных конгрессах. Она показывает свое оборудование. Это и медогонки, и столы для распечатки. И различные фильтры, кормушки, дымари. Вилочки для распечатки сотов. Много всего. Различные клеточки для вывода маток. Так, палочки для сбора маточного молочка. Вилки для распечатки сотов. Секции для сотового меда. Рамки, кормушки. Ну, очень много чего. Серьезная компания. Но, к сожалению, для украинского рынка их товары дороговатые. Вот, что у нас. Дальше. Здесь такая зона отдыха, на которой можно лежать. Отдыхать. То есть, в принципе, совмещать приятное с полезным. Да, дальше. Снова китайская компания. Neve International & Co. На которой представлены баночки с медом различным. Каталоги. Ну, и вот сидят участники. Hello. Вот вам помахали. Украинские пчеловоди. Украинским пчеловодом помахали и китайские пчеловоди. Значит, снова китайская компания. Не могу это выговорить, как это считается. Hello. How are you? We are from Ukraine. I'm from China. China? Yes. Good. We produce B-product. Производят продукты пчеловодства. Вот на витрине представлены различные меда, воск, сотовый мед. Ну, и похоже на то, что... Похоже на то, что чай. Thank you. Good day. I come from Russia. Ukraine. Ukraine? Ukraine. I go to Ukraine. Дальше. Идем снова китайская компания, которая представляет тару для меда. Hello. Очень большое количество... Можно? Большой тары. Большое разнообразие тары. Стеклянные баночки для меда. Вот я вам показываю. Очень красивые, презентабельные. Ну да, здесь в основном стекло. Вот пластик начался. Пластик, пластик, пластик. Пластиковые баночки. Огромный ассортимент. Да, действительно. Различные... Вот такие баночки подходят для жидкого меда. Китайцы обычно свой жидкий мед заливают в такие баночки, для того, чтобы он легко вытекал. Good day. Так, идем дальше. Всем нравится, как я их снимаю. Судя по всему. Дальше. Хенан Чинкао Апикультур. Это, наверное, тоже китайская компания, на которой представлен большой ассортимент различных продуктов пчеловодства. Здесь мы видим воск гранулированный, желтый и белый, воск брусками, прополис, пудра, прополис ломаный обычный, пыльца, обычная пыльца, обножка и пыльца пудра. Вот, кроме того, лежат пакеты с маточным молочком, восковые свечи, катанные из ващины и прополис в таблетках. Судя по всему, прополис в таблетках. Да, широкий ассортимент продуктов пчеловодства. Китайцы, конечно, очень серьезные в плане получения продуктов пчеловодства. Правда, биологическая активность этих продуктов под вопросом. Дальше. Мы видим китайскую компанию, которая очень серьезно занимается пчеловодным инвентарем. Не могу назвать... Хенан... Не могу выговорить это название. Но суть в том, что здесь очень большое количество различного пчеловодного инвентаря. Это очень похоже на нашу компанию АВВ из Дергачей и Дениса, из Песочина, которые производят широкий ассортимент пчеловодного оборудования, инвентаря. И вот здесь у них приставлены и ващина, и стамески, и захваты, и... Перчатки, креп-защелка, различные вилки для распечатки, катки, ножи, проволока, щетки, клеточки для маток, дымари, электроножи для распечатки, для сбора маточного молочка, ложечки, ложки для меда, литковые... литковые прилютные доски, клеточки для маток, маркеры, фильтры, изолятор... Короче, тут просто рай для любого пчеловода. Медогонки даже у них есть. Разделительные решетки. И деревянные, и металлические. Ну и вот, конечно, продукты пчеловодства китайские. Возгранулированный в брусках, прополис, прополис в пудре, прополис экстрагированный в капсулах, прополис в пудре, маточное молочко в порошке, пыльца цветочная, пыльца цветочная обычная, таблетки из цветочной пыльцы, порошок из цветочной пыльцы, сотовый мед. Фух, класс! Ну, конечно, ассортимент сумасшедший. Рамки пластиковые для сотового меда, ленты для сбора маточного молочка, контейнеры для сотового меда, разделительные решетки, поилки внутри ульевые, цифры для ульев, поилки наружные, рамки пластиковые, вощина пластиковая, нескольких видов, ну, да, одежда, огромный ассортимент, огромный ассортимент различных товаров для пчеловодов. Так, идем дальше. Фишби компания, которая представляет, судя по всему, препараты для пчел. Препаратов для пчел, да, многие компании представляют. Идем дальше. Салт Рэнч Фудс. Красивый такой стенд, очень колоритный представитель, стоит на этом стенде. Hello. Hello. How are you? Very good, sir. Good. Your country? Thank you. India? Yes. Our country, Ukraine. Good. Good day. Thank you. Thank you. Good day. How are you? Your country? India. Our country in Ukraine. Thank you. Вот каталог представлен, в котором можно посмотреть тоже все продукты пчеловодства, как выглядит компания, какие товары они представляют, как выглядят эти товары, в какой упаковке. Ну, красиво все очень. Good day. Идем дальше. Снова китайская компания. Hello. Hello. Машут. Рады нас умеют, китайцы. Значит, снова продукты пчеловодства. Большой ассортимент продукта пчеловодства. Я показываю вам эту витрину. Да, бисвакс. Воск в брусках. Воск в формочках. Воск гранулированный. Белый, желтый. Прополис. Прополис, пудра. Ну, и пыльца. Да, Bipolen. А, и также у них есть также у них есть пчеловодный инвентарь. Ассортимент не очень большой, но, наверное, все, что необходимо. И для сбора маточного молочка, и ножи для распечатки, и краны, и захваты. В стамесах большой очень ассортимент. Видов 15, наверное. Клеточки для изоляции, вилки для распечатки, литковые заградители, дымари, вощина, пластиковая одежда. Ну, да, вот они на плакатах больше представляют свою продукцию. Все это, конечно, очень интересно. Вот такое общее впечатление. Так выглядит конгресс. Сейчас создается впечатление, что людей здесь немного, но, на самом деле, это только первый день, утро, и с каждой минутой все больше представителей с разных стран пчеловодного рынка сюда прибывает. И, на самом деле, повезло, что сейчас их немного, можно спокойно походить, поснимать, а не толкаться среди людей. Дальше. Hello. Вот нам машут представители тоже какой-то китайской компании. Судя по всему, они делают, не знаю, что они делают, какие-то... А, это... Окей. Это оборудование... Не оборудование... Прекурсоры, как у нас говорят, да? Различные средства для диагностики, проверки продуктов пчеловодства на антибиотики. Вот такая китайская компания предлагает такие препараты. Good day. I don't know how many. Не знаю, какая-то эта компания. Hello. Все машут, все довольны. Еще первый день. Не устраивает. Hello. Следующая компания Cseco Linko. Не знаю... Не знаю, что у вас страна. Что за страна предлагает... А, ну, предлагает цветочную пульсу и вот в таких пакетиках образцы цветочной пульсы с их координатами, которые можно взять и рассчитывать на работу на работу с ними, наверное. Дальше. BigPura System предлагает оборудование для ульи-терапии, наверное. Наверное, можно сидеть, дышать в улье с помощью специальных препаратов, как маски-ингаляторы. Правильно я говорю? Меня не понимают, но ладно. Это не важно. Вот. Ну, у нас это все выглядит в Украине немного попроще. Просто ложимся на ульи-лежанки в апидомиках и дышим пчелинным воздухом. Здесь они берут специальные устройства с трубками в ульи. Наверное, они нагнетают этот воздух, чтобы более усиленно держать. Не знаю, не буду фантазировать. Смотрите, вот вам показываю, как это выглядит. и на плакате показано, как девушка сидит и всем этим дышит. Так, едем дальше. Это очень полезно считается. Ну, вы это знаете без меня. Пронтиус лабораторис бион с тронти. Это какое-то лабораторное оборудование, судя по всему, для исследования меда и продуктов человечества. Лаура. Видите, все как рады нас видеть просто в экстазе. Еще пока не поуставали от посетителей на первый день. Дальше. Министр пчеловодства. Девушка улыбается на стенде. Различный мед. Мед качанный, мед сотовый в коробочке. На экране показывают какие-то картины. А, ну, это этнические виды Грузии, наверное. Да, очень красиво. Кто был в Грузии, знает. Вот, различный мед. прополис в баночке. Мед севший, это радует. Скорее всего, не греты, значит. Вот, и гудей. Вот, и здравствуйте. Вы говорите по-русски? Да. Прекрасно. Можно вас поснимать для украинских пчеловодов? Привет. Привет. Да. Очень красивый у вас стенд шикарный. Это вы показываете, как ведется пчеловодство в Грузии, в горах? Да, это старинные технологии. Старинные технологии? Да. А вы проводите экскурсии на такие пасеки? Это уникальное действие, на самом деле. Самый экологически чистый. Самый экологически чистый, да? А какие объемы его получения? Они же, наверное, минимальные, очень мало такого меда можно собрать, Цена очень большая. Цена очень большая? Какая цена? 25 долларов. За килограмм? Это опт или розница? Оптовая цена 25 долларов за килограмм. этого дикого горного меда, да? Прекрасно. Да, это очень интересно. А с каких растений вообще собирается у вас меда в вашей медоносной флоре в Грузии? Каштан? Акация? Акация с цитрусом. Акация с цитрусом? Вот это она? Нет? Как она выглядит? У нас акация просто светлая. Акация? Так он же закристаллизовался? Да. Самый лучший мед. Не, я не спорю, что он самый лучший. Вот это акация, да? Немножко темноватый цвет, чем у обычных. То есть он подкрашен чем-то, да? Что-то туда попало, кроме акации? Да. Иногда бывает, каштанб зависит от этого. От сезона зависит, потому что иногда случается, что пчеловоды начинают уже собирать, это в конце мая, да, в начале июня, уже начинает свететь каштанб. Иногда она смешивается. Поэтому можно найти то есть в западной грузии, а есть в других местах по-другому, конечно. Поэтому она бывает немножко разлиться. Ну, очень такая маник. Ну, преимущественное преобладание акации, поэтому мы говорим, что это акация, Акация, немножко может быть цитрус, потому что она Ацитрус какой конкретно? Что это? Мандарин, апельсин, может быть. Они у вас параллельно с акациями цветут мандарин, апельсин, да? совпадает с сведением совпадает с заказ. Поэтому часто в западной грузии, где по-самому есть жария, буря и так далее. И так далее. Не это цитрус. Нет, а цитрус? Цитрус. Основной у нас каштан, конечно же, и есть еще альпийский мёд, который собирают с альпийской зоны многообраза, 3000 метров, там очень многих модацветов эндемов, там и пускай немножко более более другое. Это на наш карпатский наверное чем-то похоже, да? Ну то есть горы, слабо цветет медоносная флора, разные цветочки полифлорные, да? чем-то похоже, наверное. Да, бестерогорная немножко тупая, внятный просто более богатый богатый, насыщенный, да? насыщенный. Скажите, а какая система ульев? Как вот грузинские пчеловоды, то есть это рамка 230, 300, 45-я, это лежаки или это корпусные улья? Как вы водите пчелы? у нас в основном дадам-дам, сейчас уже 300-я рамка, да? сейчас приходят на руки. Народи, Многие подсчитаются и перейти. Почему? Я не пчеловод, сейчас говоря, поэтому не знаю, сейчас говоря, но есть такая тенденция, приходим на вот такие более опытные пчеловоды, пчеловодские 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 предпочитают больше кочевое пчеловодство или стоять на месте и на месте собирать то, что цветет? по-самому на месте, потому что чтобы туда дойти дополнительные затраты инфраструктура не совсем такая хорошая, чтобы дорогу отличную тяжело с перевозками, да, проблемой? у нас корни регионы, нельзя поставить вверх дороги в основном где хорошие хорошо цветет, можно хорошо собрать, но нужно туда доступно, и поэтому немножко затратно, не только по деньгам, а больше всего по времени и рабочему времени. Есть еще лично, погода не особо хорошая. Вообще невозможно проехать тогда, да? Не, не в этом дело, может и дойдете туда, погода будет сразу попадет дождь или салат иногда бывает салата где идет прямо взрывы салата вообще не приходит с исходя, немножко такая вещь запратная, но крупные пшеловоды все-таки собраны по причинам есть, потому что по-другому невозможно собрать объем, крупные пшеловоды можете в ход два раза собрать пшеловоды потому что у нас начатся акции потом кричит либо каштан не пальпийский лод потому что это и так это юльюль не не каштан и юлья ездит на альтыйских регионах потом уже идут внизу уже осенью у нас красоты уже этот полдон вот это не помню не полдон но основное каштан полифлора и акация да мы поняли а вы тут мед продаете или только представляете его какой он есть продавать по-моему здесь нельзя серьезно мы не знали а мы соберлись продавать у нас в основном наша главная задача продвинуть своими потому что как и Грузия самая странная мы не совсем известная в мире и в Канаде приехали чтобы сделать промоушен на мировой рынок да на мировой акация каштан на каштан понимаем что цены конечно же у нас немножко высокие у нас конкуренция высокая мы хотим делать акцент на натуральность и специфичность понятно я думаю все у вас получится а нам одну баночку оставьте мы еще позже подойдем спасибо вам хорошего дня так идем дальше да очень интересный был рассказ о специфике грузинского меда и пчеловодства это было всем полезно идем дальше снова китайская компания которая предлагает китайские меда различные вот большой ассортимент вот так как стенд выглядит стенд не очень большой но судя по всему много разных медов не знаю даже с чего это с чего они собраны короче не буду много разных медов баночки очень красивые это похоже вот когда действительно нам удается собрать в сезон коллекцию 10 до 20 сортов меда со всей страны когда дала медоносная флора нам удалось собрать такие меда вот это чем-то похоже когда они все разные по цвету по вкусу по вкусу наверное тоже по консистенции вот это уникальное предложение особенно для ценителей меда дальше китайская компания которая предлагает оборудование hello вот машем улыбаемся снова огромный ассортимент и честно говоря у китайских компаний ассортимент разный немножко отличается здесь уже и формы восковые и разделители формы то есть силиконовые для восковых свечей и разделители для рамок металлические электроножи какой-то стол для откачки с колесами и фильтры нейлоновые шляпки пчеловодные интересные рефрактометры тара ну конечно продукты пчеловодства в большом количестве самые разные снова воск брусковый бихелси апикултурный ага вот цветочная пыльца ну все то же самое то что мы уже показывали ассортимент продуктов пчеловодства очень широкий ну и пчеловодного оборудования так смотрим дальше здесь представлена компания не знаю какая страна здесь представлена компания с оборудованием по инструментальному осеменению маток судя по всему да станок для инструментального осеменения маток и вот здесь на телевизоре показывают как же непосредственно проходит эта процедура вот и кантри но иран вот в аниме иран джермания германия это совместное судя по всему предприятие украина мне говорят что они имеют российскую презентацию такого оборудования класс это многим украинским пчеловодам тоже может быть интересно которые занимаются инструментальным осеменением дальше компания без камень представляет какое-то оборудование для для поиска матки наверное не знаю рамка какая-то распечатана и показывают как там можно искать матку матку дальше пакистан ну пакистан считается насколько мы знаем серьезным производителем одежды кожи кожа здесь очень недорогая но вот есть конкретно компания из пакистана которая предлагает пчеловодную одежду различные пчеловодные костюмы куртки перчатки маски все что нужно каждому пчеловоду на пасеке для защиты от пчел вот так эти костюмы выглядят идем дальше вот находится очень интересный стенд на котором представлена медовая продукция из Киргизстана здравствуйте говорите по-русски да да прекрасно расскажите какие у вас меда здесь представлены это киргизский мед? мы из Упейни привет вам как и правильных человек ну у нас подожди давай я тебе вот так отличная шляпа замечательная национальный калорит youtube да это youtube точно ну вот у нас представлены получается все виды меда в частности у нас есть white honey белый мед из каких это растений? ну какие растения у вас ведут? давайте я в целом расскажу чтобы они отсутствуют у нас молчается есть белый мед есть у нас красивые добавки мы добавляем плюда ежи там разные цифрофрукты да какие-то есть горный мед а он с чего собирается? ну вот с чего какие растения? растения? да там у нас в Казахстане мы проживаем там больше 3000 метров на кладбище и у нас там болит разновидность растений это даже не более разновидность растений дипые растения они же не с англ этого зажирают они там пасек давай а цветов а у нас нет растений ну понятно полифлорный мед я думал возможно у вас есть несколько каких-то видов растений из которых конкретные мета собираются монофлорные такого нету? в основном полифлора да расскажите а какая оптовая цена у вас цена у нас зависит от наименования белый, голый и так далее но у нас в целом цена на зависит трех оптовых оптовых оптовая цена 3-4 доллара 3-4 5-6 зависит куда что одно понятно и большие в горах насколько я знаю маленький объем мёда можно собрать поэтому он дорогой и у вас много можно собрать у нас растений в качестве 6 миллионов 6 миллионов да у нас получается в сфере мёда там ну да там от 5 до 10 тысяч человек допустим они получаются с разных у нас в сфере он должен где-то 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 это как оперативная система получается потом приходят на мистический центр например вот таким компаниям как я они фасуют и отправляют а понятно понятно а есть у вас такое понятие как ярмарк и старт по сути по супермаркетам вот как только наша компания она продается в Америке очень хорошо в Китае очень хорошо и очень очень то есть ценится ваша цель в этих странах да прекрасно это очень интересно а другие продукты вы производите это только нет только только давайте я вас тоже смотрю обменяемся обменяются впечатлениями эта информация на самом деле была интересна украинскими человеком только украинскими мало что может выехать за пределы своей страны а тут получается есть информация часто я вам могу сейчас на вашу камеру и другие и если замок интерес не будет более подробно наши аппараты по продаже вы скажите почему продукты пчеловодства не производите почему только мертвы а вот кроколи все это есть но не на для внутреннего поняла что там есть лаборатор есть виска соответственно и сон по этим полицам пока пока нет только по меду а сколько сортов меда экспортируется я слышал два сборные только два нет наименование 35 наименование вот я могу да да это да много понятно классно хорошо спасибо вам удачи спасибо 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 и спасибо 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 и спасибо спасибо и